Расскажите, на ваш взгляд, последние принятые законы к чину приведут? Это, соответственно, особый статус юго-восточных областей и люстрация прежде всего? Ну, насчет люстрации, это понятно, что это обыкновенная езда по ушам наивному доверчивому электорату, поскольку с самого начала было очевидно, что никаких формальных критериев, надлежащих люстрации, прописать невозможно в принципе. Кроме того, в нашей стране, как и в прочих крайне коррумпированных странах, только безумец может заподозрить, например, что Министерство молодежи и спорта действительно рулит какой-то там Булатов, а не люди, которые за ним стоят. Точно так же было и при Януковиче. То есть настоящие рулящие и смотрящие всегда оставались в тени, они продолжают контролировать все схемы и сейчас, и никакой люстрации не подлежат. Далее вопрос, кто будет люстрировать самих люстрирующих и кто им помешает выгнать по каким-то собственным личным неприязненным мотивам наиболее одиозных людей, взять деньги с менее одиозных за успешное прохождение люстраций. Ну и кроме того, люстрации подлежат более миллиона человек, как раз лет за 20 исправятся. То есть понятно, что все это оголтелая чушь, не говоря уже о жесточайшем цинизме того, что выборные должности у нас оказывается не люстрируются. Иначе пришлось бы всех баллотирующихся по нынешним спискам точно так же иллюстрировать, объявить врагами народа без права на защиту, как это сделали почему-то с первыми несколькими категориями тех, кто работал при Януковиче. И работали многие из них гораздо лучше и эффективнее, чем эта шайка сумасбродовых дилетантов, которая рулит страной сейчас. Что касается самого Яценюка, Порошенко, они тоже вроде бы как-то могут попасть. Послушайте, ну а как же, конечно, специальные условия. Вот выборные должности, они не люстрируются. Простите, но Порошенко основатель партии регионов. Он вор и сын вора, а его отец сидел в захищении социалистической собственности. Яценюк прекрасно был спикером, кем он только не был. И все ничего не случилось, то есть я уже не говорю о всем Кабмине Тимошенко и всем остальном. Порошенко был министром при Владее и Злодеи Януковиче. Отлично себя чувствовал, но он выборная должность президента, он люстрации не подлежит. То есть это глобальнейшее лицемерие и расправа с политическими оппонентами таким вот способом, который почему-то поддерживает часть невменяемого электората, которым только скажи слово люстрация. Хотя настоящая иллюстрация, как шутят в нашей стране, это когда 15-тонная люстра в зале Верховной Рады упадет на голову всей этой шайки негодяев. Что касается особого статуса, он вызвал такие очень неоднозначные реакции. Вроде есть и довольные, и масса недовольных. Понимаете, дело в чем? Любой, кто настаивает на продолжении войны, готов быть немедленно взять котомку на плечи, свернуть шинельку и отправиться в зону боевых действий. Любой другой, кто к этому не готов, является мразью, негодяем, популистом и пиарщиком. Потому что в итоге Донецк и Луганск получил именно то, чего требовал с самого начала. Получил гораздо большее самостоятельности и независимости, чем имеют другие регионы. То, чего требовалось с самого начала, до того, как была затеяна эта война, которую я всегда называла договорняком. А смысл этой войны был побелить бюджеты НАТО. 68 миллиардов было потрачено на войну. Наделать около 15 тысяч трупов, вопреки официальным данным про якобы 800 убитых, над которыми не смеются, разве что совсем уже больные на голову и оболваненные пропагандой. Невероятное количество раненых, брошенных страной людей, которым пишут про самострелы, отказываются хоронить за счет города и так далее. Уничтожить всех этих пассионариев, которые почему-то решили, что в Советском Союзе, наверное, зря люди в учебках по полгода погоду пахали, учились окопы рыть, подтягиваться, бегать там, изучали там основы тактики, стратегии. Эти люди почему-то решили, что одного патриотизма и бронежилета, купленного волонтерами, им вполне хватит для такого занятия высокотехнологического, дорогостоящего, командного, как современная война. То есть всех этих людей уничтожили в котлах, которые их специально загнали, потому что профессиональные военные, которые прекрасно понимали, что их загоняют в котлы на уничтожение и перемолку на фарш, как раз таки повыводили своих солдат. Так их теперь судят, их сажают, их выпускают только под совершенно безумные залоги. То есть то, что это договорняк, было понятно. Как можно требовать от Европы и Америки каких-то санкций в адрес России, если мы никаких санкций не объявили, военного положения у нас нет. А фабрика Петра Порошенко в Липецке продолжает успешно выпускать конфетки и ими торговать. То есть понятно, что это был договорняк, который наконец-то поступил в завершающую фазу. Так и следовало. Я думаю, что мира как не было, так и нет, потому что есть огромное количество феодальных армейских группировок, которые продолжают заниматься тем же, чем, собственно говоря, и занимались с самого начала войны, а именно отжатием собственности тех, у кого группировка феодальная, военная, слабее. Собственно, они плевать хотели на любые минские договоренности, они занимаются тем же самым, чем занимались в 90-е, только теперь с большим количеством оружия. Вот и все. И вдобавок получили зону экстерриториальности, в которой творится все, что не попадя, и туда нормальному человеку попадать, мягко говоря, опасно. Мы получили невероятное количество беженцев, которые уже оккупировали все крупные города, потому что выжить им уже никак. Уже в Киеве по экспоненте возросло количество всяких гоп-стопов, ограблений и всего остального, особенно в бедных районах. Это у меня еще район более-менее благополучный, тут нечего делать маргиналом. А вот всякие борщеговки, отрадные, ДВРЗ, троещины и так далее, уже просто напрямую жалуются, что нету прохода от маргинальных беженцев, которым просто некогда больше прокормиться, кормить, как заниматься гоп-стопами. Вот и все. И это только начало. А сколько их в Харькове, это же уму непостижимо. Вот и все, чего мы добились. То есть люди, ради того, чтобы украсть эти 68 миллиардов, которые были потрачены на эту безумную войну, которую априори нельзя было выиграть, это было понятно любому, даже такому дилетанту в военных делах, как я, потому что у нас нет никакой армии, ей нет, куда взяться, потому что 23 года ее только и делали, что разграбляли людей, никого не учил. Они достоверно, зная, что эту войну выиграть нельзя, накрутили пассионарных людей псевдопатриотическими лозунгами, натравили друг на друга укропов с колорадами, украли деньги на эту войну, разорили массу патриотических людей, которые сами не могли воевать, но зато жертвовали средства на АТО. Большинство этих средств было банально разграблено, и до солдат не дошло. И все, чего мы добились, это сдали Восток. Понятное дело, что теперь есть куча недовольных, которые не понимают, а ради чего это все было, ради такой кучи трупов, ради разоренного народа, ради толп беженцев. Но те политиканы, которые сейчас апеллируют не к тому, что эту войну вообще не надо было затевать, потому что она была проигрышной изначально, а к тому, что какой Порошенко, негодяй, сволочь и предатель, я же говорю, должны быть сами готовы взять котомочку и отправиться в зону АТО. Но они этого не делают, они будут продолжать ездить по ушам электорату, и на этом, на популизме, выборы, идти к власти. Вот и все. А вот эти всякие истории с американной тюли какой-то, то там Семенченко едет, рассказывает, встречался в Пентагоне со всеми, потом Пентагон говорит, блин, мы не встречались в Пентагоне. Вы знаете, я обладаю довольно-таки буйной фантазией, но я не могу себе представить, чтобы кто-то в Пентагоне встретился с каким-то жалким аферистом, которого раскрутили всякие мародеры и шакалы типа Коломойского с Филатовым и Корбаном с совершенно понятными целями. Я не могу себе представить, чтобы кто-то всерьез воспринимал всю эту шайку мародеров, дилетантов и людоедов, которые рвутся сейчас к власти. На уровне Европы 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 Европы. Когда я разговаривал это, в последние годы, с Депутат Премьевым, Демократный Демократ Ник Клег, он сказал, что это была опасной фантазия даже говорить о росте Европы Европы. Я надеюсь, что каждый Демократный Демократный, который слышал, М. Бховстук сегодня, и лидер из Европы Европы, крошки за милизацию на уровне Европы Европы Европы. Конечно, правда, это уже происходит. Мы уже имеем объекта Европы Европы Европы. Мы уже имеем группы Европы на активный сервис по всему миру. Мы уже имеем европейский, активно против пираты Сомалии. И кто может забывать? Европой, здесь в Страсбурге, в прошлом году, практически гусе-степпом, что гластотный флаг на улицу. И, конечно, что Лизбон-Тритей, Арт. 28, дает все это. Тони Блэр был прав. Он сказал, что Европейская уния не является проектом, это проектом, это проектом, и я думаю, что М. Юнкер, он пытается проработать на возможность. Мы сами, в Европейской уния, провокировали конфликт через нашу территорию экспансионизм в Украине. Мы попали на русском бире, и, несомненно, Путин реагировал. Но это теперь нужно использовать как возможность для создания европейской армии. И когда... И когда... И когда... М. Фараж... 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 М. Фараж...